Александр Цибульский вернулся с рабочей поездки по селам Нижнепечорье. Накануне он побывал в Макарово, Оксино, Хангурее, Каменке. Глава региона осмотрел социально значимые объекты и пообщался с местными жителями. В центре внимания – плачевное состояние так называемых ФАПов и отсутствие питьевой воды в некоторых населенных пунктах. Так, например, в Макарово вот уже многие годы людям приходится использовать воду прямо из Печоры. В Рио губернатор поручил своим подчиненным максимально быстро рассмотреть возможности и варианты строительства в деревне очистных сооружений. Обо всем подробнее в материале Ивана Кутенникова. Первая остановка – деревня Макарова. Здесь глава региона осмотрел несколько социально значимых объектов. Один из них – местный ФАП. На сегодняшний день он полностью обеспечен всем необходимым оборудованием и медикаментами. Как и полагается, в учреждении есть процедурный кабинет, смотровая комната и аптечный пункт. Проблема одна – нужен ремонт. Причем не только самого здания, но и крыльца ФАПа, который, откровенно говоря, находится в плачевном состоянии. Как пояснил руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Сергей Сверидов, все работы по реконструкции запланированы на этот год. Когда начнем, сейчас все закончится. Нет, мы переймем к контакту, точно, да. Ну, кольцо-то да, кольцо-то быстро. Да. А внутри тогда уже, ну, внутри мы можем и зимой. Беспокоят местных жителей и проблема отсутствия качественной воды. Питьевой в Макарова нет, и уже несколько лет сельчане используют воду из Печоры. Ее регулярно проверяют специалисты санэпидемстанции. Мониторинг проводят и сотрудники муниципального предприятия «Севержилкомсервис». Результаты исследований станут известны только в следующем году. Временно исполняющий обязанности губернатора дал поручение проработать вопрос о возможности установки в населенном пункте очистных сооружений. Я понимаю, что есть федеральные правила там мониторинга воды через трех лет. Если здесь, я так понимаю, скважины нет, питьевой воды нет, значит, может только из Печоры. Мне кажется, из Печоры, в принципе, вода изучена. То есть мы мониторим в разных местах, я уверен, что там наверняка есть какие-то исключения. Если нет, надо выходить туда в Москву и говорить, потому что, ну, три года ждать без воды жить, без питьевой, это странно, в 21 веке. Печоры у нас изучены. Конечно, зачем там мониторинг три года делать? Мы как раз подготовились к совещанию. На следующей неделе посмотрите, что можно с этим сделать. Надо обязательно этот вопрос решить и сейчас поставить какие-то очистные извести. Александр Цибульский осмотрел ферму Ненинской агропромышленной компании, отделение участковой больницы, образовательное учреждение, а также местную пекарню. На предприятии не хватает кондитера, хотя все возможности для изготовления такой продукции имеются. Но пока квалифицированного специалиста найти не удается. Мы бы все искали, мы бы обучали, потому что у нас есть технолог, саханская приезжает, она сюда уже приезжала несколько раз, обучила бы и пряникам, и пряники, и всякие, да, и печенья различные. И мармелад можно было делать, в общем-то ассортимент большой. Жители поселка Хангурея беспокоены состоянием дороги Лежневки, ведущей от берега Печоры в населенный пункт. Именно по ней доставляются все необходимые грузы. Вот только это весьма проблематично. Это дорога, можно сказать, для Хангурея – дорога жизни. У нас была составлена смета на разработку проектно-сметной документации. Сумма у нее почти 3 миллиона 900, поэтому сейчас решается вопрос, каким образом можно отремонтировать. Я думаю, что все-таки вопрос должен решиться положительно. По этой дороге доставляются грузы, вставляется топливо. Кроме того, в Хангурее в скором времени должны отремонтировать и мостовые. Впрочем, местные жители активно благоустраивают населенный пункт и своими силами. Например, это – будущий парк отдыха. Он должен стать настоящим символом Хангурея. Сельчане строят его во время регулярных субботников. Уже в сентябре, ко дню рождения поселка, парк будет полностью готов. Здесь появятся скамейки, клумбы и освещение. По итогам рабочей поездки все озвученные местными жителями проблемы взяты на контроль. Но уже на следующей неделе Александр Цибульский посетит еще один населенный пункт Нижнепечорья – деревню Лабожская. Иван Кутенников, Владислав Носкин, телеканал «Север», Ненинский округ.